еще один вопрос ассалам алейкум бы было ли нападение умара на дом фатимы саламу лали а теперь вопрос второй вопрос было ли ранение в живот впоследствии этого нападения и третий умерла ли фатима саламу лали из-за последствий нападения умара кем аль-хейдар и покойный сейд вала отрицали причастность умара к получению ран из-за которых умерла сейда фатима алейкум ассалам по поводу того было ли нападение на дом фатимы саламу лали а вне всякого сомнения нападение было вне всякого сомнения и в связи с этим имеются источники в том числе и сунницкий которые утверждает об этом что касается того умерла ли фатима саламу лали а от было ли был ли удар было ли ранение в живот впоследствии нападения и умерла ли фатима саламу лали а из-за последствий этого нападения этого ранения вне всякого сомнения ранения было и также вне всякого сомнения фатима саламу лали а умерла вследствие этого нападения и этого ранения а теперь по поводу того тех источников в которых говорится о самом нападении например тарифу табари табари в своем тарифе приводит историю о том что он говорит что каля передачка передает что это умар аблин хаттаб мэн зиля али вафи итальха ваззубейр вариджалю минал мухаджирин что умар аблин хаттаб пришел к дому алибин аби талиб алей саламу лали саламу и в этом доме находились тальха зубейр и группа мухаджиров вакаля в аллахи ла ахриканна ла ухриканна алейкум ау ла тухриджунна и ла лбайя умар аблин хаттаб сказал клянусь аллахом или я сожгу вас вместе с этим домом или же вы выйдете и присягнете абу бакру и далее говорить о том что вышел зубейр с мечом и его меч упал с его рук и и люди которые находились вместе с умар аблин хаттаб отобрали него этот меч но так или иначе в этом предании ясно и двусмысленно говорится о том что омар аблин хаттаб угрожал сжечь дом фатимы саламу лалиха и так же бала зури в ансабле ашраф приводит эту историю с небольшим отличием говорится что она оба бакир арсала или али юриду лбайя что абу бакр отправил к али людей требуя от него присяги фалам юбайи но алибн аббиталиб алей салтавасам не присягнул фажа омар в ма аху фатиля и тогда пришел омар аблин хаттаб к дому алибн аббиталиб алей салтавасам с группой людей с солдатами с воинами фатиля и его встретила фатима саламу лалиха у двери дома факалят ябрин аль хаттаб а тараким мухаррика на алейя бабе поэтому сказала о сын хаттаба ты хочешь разрушить и сжечь вместе со мной мой дом и омар ахаттаб ответил нам ответил что да хочу сжечь вместе с тобой этот дом это приводит бала дури в ансабль ашрафе и так же ибн тэймия мин хаджу суннат иннабавия также приводит что он говорит что инна у тебя басал бейта ли янзура альфий и шей он минма лиллахи ладий ю кассим уху что абу бакр вскрыл дом фатимы что посмотреть нет ли в этом доме чего-то что принадлежало бы казне то есть как будто бы таким образом оправдывает по крайней мере ибн тэймия что они вскрывали этот дом напали на этот дом что посмотреть нет ли там что-либо из казны как будто бы в этом доме жили воры которые должны были что-то присвоить себе из казны поэтому в этой связи абсолютно ни у кого нет никаких сомнений что это нападение было и умар бельхаттаб грозился жечь дом фатимы саламу лалиха а что касается того что фатима саламу лалиха получила ранение вследствие этих ранений умерла давайте сразу заметим что у нас имеется огромное количество доводов и доказательств этому доводов и доказательств тому что фатима саламу лалия получила ранение вследствие этого ранения ушла из этой жизни но но обратите внимание детали нам неизвестны как это произошло каким образом она получила ранение она ее прижала между дверью и стеной или же задела дверью когда они взламывали дверь и ударили нечаянно ее или же били ее например рукояткой меча били и также тот вопрос сам умар бельхаттаб ударил ее светлость фатима саламу лалиха или же кому-то приказал ударить или же и то и другое имело место то есть и умар бельхаттаб ударил ее светлость фатима саламу лалиха и также другим до к приказал бить ее или же они сами решили скажем так проявить инициативу все эти детали нам неизвестно у нас нет доводов и доказательств тому что как все происходило да есть разные сообщения есть разные истории разные ревояты которые повествуют об этом но все они являются слабыми и с этим можно привести несколько примеров для того чтобы например вы обратите внимание в в кензульфа вайт в книге фанки я приведу несколько примеров потому что такие примеры огромное множество в надежном предании из кензульфа вайт говорится про ее светлость фатима саламу лалиха что она была убита сказано ваяк тулюха что она была убита то есть используется это слово убийство в этом предании или же в другом предании из большая роль башара туль мустафа а лишь и от муртада в этой книге также используется в предании от ибн аббаса приводится слово мяктуля убитая опять-таки это убийство однокоренное слово с убийством то есть убитая даже более то в этом предании говорится что что она потеряла также свой плод ибо находилась в положении и в итоге в результате этого удара потеряла свой плод или же сулеме бреда из приводит неоднократно в своей книге приводит историю о том что она была убита в книге сулеме бреда есть неоднократно говорится например в одном из реваятов говорится ла аналлаху ка тиля ки то есть пусть проклянет аллах твою твоего убийцу то есть значит фатима тузаара саламу лалиха была убита или же в других книгах например камлю зя рад также неоднократно приводится например в одном из преданий говорится что ватаму тумин дали кадарб что ее удар ударили в живот что я светлась фатма тузаару саламу лалиха во время этого нападения ударили в живот и она умерла от этого удара или же в другом предании также из камлю зя рад в другом реваяте сказанного по отеля фатми говорится убийца фатимы то есть был некий человек который убил фатиму саламу лалиха и так далее таких преданий таких историй таких реваятов и таких свидетельств тому того что ее светлась фатима тузаара саламу лалиха в итоге этого нападения получила урон и в результате этого урона была убита такого таких преданий истории огромное множество и таких свидетельств свидетельствующих об этом огромнейшее множество и поэтому нет никаких сомнений в том что это было а теперь по поводу того почему сейд кем аль-хайдари или сейд фадуллах покойный придерживались этих точек зрения обратите внимание сам сейд кем аль-хайдари я как-то слушал один из его уроков он в этом уроке говорил следующий и доказывал на протяжении причем нескольких дней доказывал то что предание который мы принимаем предание с которым мы соглашаемся делится на два вида это предание которые имеют достоверную цепочку передатчиков и вторая группа преданий это предание которые не имеют не имеют достоверную цепочку передатчиков но настолько многочисленны что нет никаких сомнений в их достоверности например сейд кем аль-хайдари приводил пример рождение его святости имама махди и говорил что у нас нету какого-то отдельного предания которое повествовало бы о том что имам махди родился в такой-то день например в таком состоянии или в таком-то положении или таким-то образом нету ни одного достоверного предания но преданий о том что он родился и что с ним люди виделись встречались настолько много что нет никаких сомнений в их достоверности и в данном случае я так понимаю что сейд кем аль-хайдари и сейд фадла не обратили внимание именно на эту важную особенность именно на то что несмотря на то что каждый отдельно взятый хадис каждое отдельно взятое предание относительно принятого фатима из агрови саламу лалия урона и и убийство каждый отдельно взятый хадис он слабый сам по себе но все-таки их настолько много что никаких сомнений в достоверности этой истории не остается именно поэтому мы можем сказать что у нас нет деталей мы достоверно не можем утверждать о деталях того как это произошло мы можем утверждать только о том что это произошло но как именно в каких деталях это произошло мы этого сказать не можем потому что каждая отдельно взятая история которая описывает эту историю она сама по себе не ненадежно он все эти предания все эти истории надежны только с той точки зрения что их много и вот это вот многочисленные истории объединяются только одним фактором только тем что в них утверждается о том что это произошло что это было но в деталях они очень часто зачастую разнятся и поэтому подводя итог нашего ответа мы говорим о том что нападение было вне всякого сомнения нанесение урона было вне всякого сомнения по свидетельству огромнейшего множества преданий историй и свидетельств умерла вследствие этого урона но как именно это произошло каким образом это произошло в каких деталях это произошло что именно повредила ее святлость в адмату загра саламу лалиха кто именно ее ударил один человек бил или несколько человек била в этих деталях у нас уже каких-то ясных четких и надежных аргументов и доводов нет именно поэтому те кто отрицают это событие могут отрицать именно с этой точки зрения что у нас нет каких-то вот даст надежных и достоверных источников которые описывали бы эти детали